Первый том добротолюбия. Поучение Макария Египетского. Бывай чистым и свободным от греха, но просто сила, благодать умоляла. И не сходила, покрывала сопротивной силы. Благодать же бывала, видимо, как бы отчасти. И на какой-то низшей степени совершенства. 264. Человеку надо бы пройти, так сказать, 12 ступеней, и потом достигнуть совершенства. В иное время действительно достигает он этой меры и приходит в совершенство. Потом благодать снова начинает действовать слабее. И человек не сходит на одну ступень и стоит уже на 11-й. А иной богатой благодатью всегда день и ночь стоит на высшей мере, будучи свободен и чист, всегда пленен и выспрен. И теперь человек, которому показаны эти чудеса, и который изведал их опытно, если бы так было с ним всегда, не мог бы уже принять на себя домостроительство слова или иного какого времени, не согласился бы ни слышать, ни позаботиться по обыкновению о себе и об утрешнем дне, но только стал бы сидеть в одном углу, в восхищении и как бы в упоении. Поэтому-то совершенная мера не дана ему, чтобы мог он заниматься попечением о браке, служением слову, если не разорено уже средостение ограды и смерть пробуждена. На деле же бывает так. Подобно сгущенному воздуху, какая-то как бы примрачная сила лежит на человеке и слегка прикрывает его. Светильник непрестанно горит и светит, однако же как бы покрывало лежит на свете. И поэтому человек признается, что он еще несовершен и не вовсе свободен от греха. Почему можно сказать, что средостение ограды уже разорено и сокрушено. И опять в ином чем-нибудь разорено не вовсе и не навсегда. Ибо бывает время, когда благодать сильнее воспламинает, утешает и упокаивает человека. И бывает время, когда она умаляется и меркнет, как сама она домостроительствует это на пользу человеку. Кто же, хотя на время приходил в совершенную меру, скушал и опытно изведал тот век, «До ныне не зная ни одного человека христианина совершенного или свободного, напротив того, если и упокоивается кто в благодати, доходит до тайн, до откровения, до ощущения великой благодатной сладости, то и грех-то пребывает еще внутри его. Такие люди, при изобилии в них благодати и света, почитают себя свободными и совершенными, но погрешают в этом, по неопытности вводимые в обман, тем самым, что действует в них благодать. А я до ныне не видел ни одного свободного человека. И поскольку в иные времена сам отчасти доходил до той меры, то доведался и знаю, почему нет совершенного человека. Скажи нам, на какой ты степени? Ныне после крестного знамения благодать так действует и умеряет все члены сердца, что душа от великой радости уподобляется незлобимому младенцу. И человек не осуждает уже ни Елена, ни Иудея, ни грешника, ни мирянина, но на всех чистым оком взирает внутренний человек и радуется о целом мире. И всемирно желает почтить и полюбить Еленов и Иудеев. В иной час он, сын царев, так твердо уповает на сына Божия, как на отца. Отверзается перед ним двери, и входит он внутрь многих обителей. И по мере того, как входит, снова отверзается перед ним двери в соразмерном числе, например, из ста обителей в другие сто обителей, и обогащается он. И в какой мере обогащается, в такой же показываются ему новые чудеса. И ему, как сыну и наследнику, вверяется то, что не может быть изречено естеством человеческим или выговорено устами и языком. «Высшая степень совершенства христианств» 267. Порок Иезекииль поведал то божественное и славное явление и видение, которое узрел он и описал оное. Как явление исполнено не из глагола, но из тайн. Видел же он на поле хирургимскую колесницу четырех духовных животных. У каждого животного было четыре лица. Одно лицо львиное, другое лицо орлинное, еще лицо тельца и лицо человеческое. И у каждого лица были крылья, так что ни одного невозможно было различить, где передняя или задняя сторона. И были исполнены они очей. И перси также полны очей, и не было места неисполненного очей. При каждом лице было по три колеса, как бы колесо в колесе. И в колесах был дух. И пророк видел как бы подобие человека. И подножие у него, как бы на себе воссидящего владыку. Куда не угодно было ему шествовать, животные всюду обращены были лицом. И пророк видел под крыльями черевимов как бы руку человеческую, которая их поддерживала и носила. И истинно и несомненно было то, что видел пророк в восхищении. Но оно указывало на иное, прообразовало нечто таинственное и божественное. Тайну, подлинно сокровенную от родов, явленную же в последние времена в пришествии Христова. Порок созерцал тайну души, имеющую принять Господа своего, и соделаться престолом славы его. Ибо душа, которой дух, уготовавший ее в седалище и обитель себе, способил приобщиться света его, и сиял красотой и неизреченной славой своей, делается вся светом, вся лицом, вся оком. Нет у ней ни одной части неисполненной духовных очей света. То есть нет в ней ничего омраченного, но вся она всецело соделана светом и духом. Вся исполнена очей и не имеет никакой последней или задней стороны, но отовсюду представляется лицом, потому что снизошла на нее и воссидит на ней неизреченная красота света Христова. И как солнце везде себе подобно, нет у нее ни одной последней или недостаточной части, но состоя из частей одинаковых, все оно всецело блестает светом. И все есть свет, или как огонь, то есть самый свет огня. Весь сам себе подобен и не имеет себе первого или последнего, или большего, или меньшего. Так и душа, совершенно осиянная, неизреченной красотой славы света от лица Христова и совершенно вступившая в общение с Духом Святым и сподобившейся стать жилищем и престолом Божиим, делается вся оком, вся светом, вся лицом, вся славой, вся духом, как уготовал, благоустроил и украсивая духовную красотой Христос, который и носит, и водит, и поддерживает, и поднимает ее. Ибо сказано, что рука человеческая была под хирургимами. Из Итии 1.8. Сам Христос и носим бывает душою и водит ее. Четыре животные, носящие колесницу, представляли собой образ владычественных умственных сил души. Как орел царствует над птицами, рев над дикими зверями, вол над кроткими животными, а человек над всеми тварями, так и в душе есть более царственные силы, умственные, то есть воля, совесть, ум и сила любви. Ими управляется душевная колесница, в них почивает Бог. А по иному способу объяснения, разумеется, это о небесной церкви святых. И как там пророк говорит о животных, что высота их была чрезмерна, что они вспомнены очей, и что никому невозможно было объять число очей или высоту, потому что не дано введение об этом. Как звезды на небе всякому человеку дано видеть и делиться им. Узнать же число их ни одному невозможно. Таким же образом в небесную церковь святых войти и наслаждаться в ней, дано всем желающим подвязаться, но узнать и объять число святых это принадлежит единому Богу. Сидящий на колеснице и на престоле всяких животных или в каждой душе с отделавшейся престолом и свидалищем его, ставшей оком и светом, шествует и носится, восседя на ней, правя браздами духа и направляя ее, как сам знает. Как духовные животные шествовали, никуда сами хотели идти, но куда знал и хотел сидящий на них и направляющий их, так и здесь сам правит и водит, указуя путь духом своим. Таким образом, не по своей воле, когда хотят, возносятся души на небеса, но Бог направляет душу сверху в тело, стремиться мысли на небеса и опять, когда угодно ему, ходит она во плоти и в помыслы, а по его же воле переходит к пределам земли, и он показывает ей откровение сайм. О, подлинно превосходный, благий, единый и истинный браздодержец. Так, если душа предпрославлена, не вступила в единение с духом, то и тела подобятся части воскресения. 270. А что души праведных соделывается светом небесным, а тем сам Господь сказал апостолам, вы есть свет мира. Сам соделал их светом, повелел, чтобы через них просвещался мир и говорил. И заживший светильник, не ставит его под сосудом, но наслечнит и досветит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред детьми. А это означает, не скрывайте дара, какой приняли от меня, но сообщайте всем желающим. И еще, светильник тела есть плохо. Если же око твое будет светло, то и все тело твое просветится. А если око твое будет темно, то и все тело худо. Либо если свет, который в тебе есть тьма, то какова же тьма? Как очи суть свет для тела? И когда нездорово все тело освещено, и когда попадают в очи, и очи омрачатся, тогда все тело бывает во тьме. Так апостолы поставлены очами и светом для целого мира. Посему Господь заповедая им сказал, если вы, будучи светом для мира, устоите, не совратитесь, то просвещено будет все тело мира. А если вы свет мира омрачитесь, то тьма, то есть мира, тем более. И так апостолы, став светом, послужили светом для веровавших, просветив сердца и тем небесным светом духа, которым просвещены были сами. Которые совлекли с себя человека ветхого и земного, из которых Иисус совлек одежду царства тьмы, совлеклись в нового и небесного человека Иисуса Христа. И Господь облег их в одеянии царства неизреченного света, в одеянии веры, надежды, любви, радости, мира, милосердия, благости, а подобное и во все прочие божественные животворные деяния, света, жизни, незлаговного упокоения, чтобы как Бог есть любовь, радость, мир, благость, милосердие, так и новый человек соделался с ним по благодати. Совершенные христиане, сподобившиеся войти в меру совершенства и соделаться приближенными царю, всегда посвящают себя в дар к кресту Христову. Как при пророках всего достатчестнее было помазание, потому что помазуемы были цари и пророки, так и ныне люди духовные, помазуемые небесным помазанием, делаются христианами по благодати, чтобы им быть царями и пророками небесных тайн. Они и суть и сыны, и господа, и боги, связуемые, отводимые в плен, незергаемые, распинаемые, посвящаемые в дар. Если помазание илием, какое получаем от земного растения, от видимого дерева, имело такую силу, что помазанные беспрекословно получали сан, ибо всеми признавалось, что они поставлены царей, и помазанный давид точно подвергся гонениям и скорбям, а через семь лет стал царем, то кальми паче те, у которых ум и внутренний человек помазуется освящающим и радостно творным небесным и духовным илеем радования, приемлет печать оного нетленного царствия и вечной силы залог духа, самого духа святого и утешителя, а разумеется, что утешитель и утешает, и исполняет радость и сущих скорбях. Сини помазуемые илеем небесного насаждения древа жизни Иисуса Христа бывают подоблены войти в меру совершенства, то есть царствия и усыновления, так как, находясь еще в этом мире, они уже сотаинники небесного царя, имея дерзновение перед Вседержителем входит в чертог его, где ангелы и духи святых, ибо и не получил еще совершенного наследия, уготованное им в оном веке, тем залогом, какой прияли ныне, обезопасили себя, как уже венчанные и царствующие, и при обилии дерзновений духа не находят они для себя удивительным, что будут царствовать со Христом. Почему же? Потому что, будучи еще во плоти, имели уже в себе оное ощущение сладости и оное действие силы. Как при скончании мира, когда этой твердь не станет, праведники будут уже жить в царстве, во свете и в славе, не видя ничего иного, кроме того, как Христос пребывает всегда во славе Одесну и Отца, так и эти, ныне еще восхищенные и отведенные пленниками вон и вет созерцают все тамошние красоты и чудеса, ибо мы, будучи еще на земле, имеем жительство на небесах, как обитатели и граждане того мира по уму и по внутреннему человеку. Как, видимое око, будучи чистым, чисто всегда видит солнце, так и ум, совершенно очистившись, всегда видит славу света Христа и с Господом пребывает день и ночь, подобно тому, как тело Господне, соединившись с Божеством, всегда сопребывает с Духом Святым, но в эту меру не вдруг достигают люди, и то разве трудами, скорби, великим подвигом. 275. Как Господь, отложив всякое начальство и власть, облегся в тело, так и христиане облекаются Духом Святым и пребывают в упокоении. Если наступает брань от вне, делает прирожение сатана, то внутренне ограждены они Господней силой и не тревожатся при нападениях сатаны. Когда он искушал Господа в пустыне сорок дней, повредил ли ему сколько-нибудь тем, что от вне приступал к телу его? Всем теле был Бог, так и христиане. Если искушается от вне, то внутренне исполнено силы божества и не терпят никакой обиды. Но если достиг кто в такую меру, то пришло вам совершенную любовь к Христову и исполнение божества. А кто не таков, тот и внутренне ведет еще брань. В иной час упокоивается в молитве, а в другой час бывает скорби и во брани. Ибо так угодно Господу, поскольку человек еще младенец, управляет его Господь в бранях. И внутри появляется как бы два лица свет и тьма, упокоение и скорбь. В иной час в упокоении молятся, а в иной час бывает смятение. Не слышишь ли, что говорит Павел? «Если имею все дарования, если придам тело мое насажение, если языками ангельскими говорю о любви не имею, то нет мне в том никакой пользы, ибо дарования эти руководствуют только к совершенству и достигшие тех, хотя и во свете, однако же еще...» наставление Макария Египетского, Феликова, «Многие из братьев восходили на сей степень и имели дарование исцеления, откровения и пророчества, но поскольку не пришли еще в совершенную любовь, в которой совокупность совершенства, то восстала в них брань, и они вознераде впали. Но кто достигает совершенной любви, тот делается уже узником и пленником благодати. А кто приближается постепенно к совершенной мере любви, но не дошел еще до того, чтобы стать узником любви, тот находится еще под страхом, ему угрожают брани и падения, и если не градит он себя, то не излагает его сатана. Всякий должен знать, что есть очи, которые внутренние сих очей, и есть слух, который внутренние сего слуха. И как эти очи чувственно видят и распознают лицо друга или любимого, так очи души достойной и верной, просвещенные божественным светом, духовно видят и распознают истинного друга, сладчайшего и многовожделенного, жениха Господа. Как скоро душа озарена доступ к поклоняемым духам. И таким образом, душа, мысленно созерцая вожделенную, единую, неизглаголную красоту, уязвляется божественной любовью, настраивается ко всем духовным добродетелям, и вследствие этого приобретает беспредельную и неистощимую любовь к вожделенному для нее Господу. Все незаконы, данного через Моисея, Бог повелел, чтобы в субботу каждый упокоевался и ничего не делал, а это было образом и тени истинной субботы, даруемой душе Господом. Ибо душа, сподобившаяся избавиться от странных и нечистых помыслов, субботствует истинную субботу и покоится истинным покоем, пребывая праздную и свободную от всех темных дел. Ибо там, в прообразовательной субботе, хотя упокоевались телесно, но души связаны были лукавством и пороками. А эта истинная суббота есть истинное успокоение души, пребывающей праздную и очистившейся от сатанинских помыслов, покоящейся вечным Господнем покоя и в радости. Ибо Господь призывает человека к покою, говоря, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокую вас». И те души, которые покоряются и приходят, Он упокоевает от всех тяжких, обременительных и нечистых помыслов. Делаются они праздными от всякого беззакония, субботствуют субботу истинную, приятную и святую, празднуют духовный праздник неизглаголанной радости и веселья, совершает от чистого сердца служение чистое и благоугодное Богу. И это есть истинная и светлая суббота. Поэтому будем и мы умолять Бога, чтобы и нам войти в покой этот, упраздниться от срамных, лукавых и суетных помышлений и таким образом прийти в возможность служить Богу от чистого сердца и праздновать праздник Духа Святого. И блаженство войдет в этот покой. Когда душа прилипается к Господу и Господь мило и любя ее приходит и прилипается к ней и разумение непрестанно уже пребывает в благодати Господней, тогда душа и Господь делаются единый Дух, единое срастворение, единый ум. Тело души остается поверженным на земле, а ум ее всецело жительствует на небесном Иерусалиме, восходя до третьего неба, прилипляясь к Господу и там служа ему. И сам сидящий в небесном граде на престоле величествия на высоких весь пребывает с душою в теле ее, потому что образ ее положил он горе в небесном граде святых Иерусалиме, а собственный образ неизреченного света божества своего положил в теле ее, он служит ей в ограде тела и она служит ему в ограде небесном. Душа соделалась наследницей его в небесах, а он принял ее в наследие на земле. Господь делается наследием души и душа наследием Господа. мысль и ум даже омраченных грешников могут быть весьма далеко от тела, имея силу во мгновение времени пробегать большие пространства, переходить в отдаленные страны, и нередко тело повержено на землю, а мысль в другой стороне пребывает с возлюбленным или с возлюбленной и видит себя как бы живущую там. А если душа грешника так тонко и быстро крыло, и уму нет препятствия быть в отдаленных местах, тем паче душа, которая покрывалась мы, снята силой Духа Святого, когда умные очи ее просвещены небесным светом и совершенно избавлена от страстей бесчестия, соделалась чистою по благодати, всецело на небесах служит Господу Духом, и всецело служит Ему телом, и столь расширяется мыслью, что бывает повсюду и где хочет, и когда хочет, служит Христу. 282 Сие говорит апостол, чтобы мы уразумели со всеми святыми, что есть широта, долгота, высота и глубина, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы прийти в полноту Божию, рассматривая неизреченные тайны души, с которой Господь съемлет лежащую на ней тьму и открывает ее, и сам ей открывается, как расширяет и распространяет мысли ума ее и в широту, и в долготу, и в глубину, и в высоту всей видимой и невидимой твари. Будущая жизнь. Когда душа человеческая выйдет из тела, тогда совершится при всем великое некое таинство. Ибо если повинна она во грехах, то приходят толпы демонов, и недобрые ангелы и темные силы берут душу ту, берут собственную свою погибель область. И никто не должен удивляться этому, потому что если душа в этой жизни, находясь в веки всем, им подчинялась и повиновалась, и была их рабою, то тем пати удерживается ими, и в них остается власть, и когда отходит из мира. А что касается до части благой, то должен ты представлять себе, что дело бывает так. При святых рабах Божьей еще ныне пребывают ангелы, и святые души их окружают и охраняют. И когда отходят от тела, тогда лики ангелов приемляют души их в собственную свою область, в чистый век, и таким образом приводят их ко Господу. Истинная смерть внутри сердца, и она сокровенна, ей умирает внутренний человек. Поэтому если кто перешел от смерти к жизни сокровенной, то он истинно вовеки живет и не умирает. Даже если тела таковыше разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан называется сном и успением. Как купец, возвращаясь издали, во много крат увеличив свою куплю, посылает к домашним, чтобы приобрели ему домы, сады и необходимые одежды. Когда же приходят на родину, приносят с собой великое духовном. Если иные искупают себе небесное богатство, то узнают о всем сограждане, то есть духе святых ангелов. И девятся, говоря, великое приобрели богатство братья наши, которые на земле. Таковые при отшествии своем, имея с собой Господа, с великой радостью восходят к горним. И сущие с Господом принимают их, уготовав для них там обители, сады, всесветлые и многоценные одежды. Если человек, находясь еще в брани, когда в душе его действенны и грех, и благодать приставятся из мира сего, то куда поступают все одержимы тем и другим? Поступают туда, где ум имеет свою цель и любимое место. Тебе, если постигает тебя скорбь или брань, должно только воспротивиться и возненавидеть. Ибо чтобы наступила брань, не твое это дело, а ненавидеть твое дело. И тогда Господь, видя ум твой, потому что подвизаешься и любишь Господа всей души, в единый час удаляет смерть от души твоей, это нетрудно ему, и приемнет тебя в лоно свое и во свет, в единое мгновение времени исчищает тебя из челюсти тьмы и немедленно представляет царство свое. Богу легко все совершить в одно мгновение, только ты имел бы любовь к нему. Бог требует от человека его делания, потому что душа удостоена быть в общении с Божеством. Зачавшая в очреве жена внутри себя носит младенца своего, во тьме, так сказать, и в нечистом месте. Если случится наконец младенцу выйти из серева, в надлежащее время, видит она для неба, земли и солнца новую тварь, какую никогда не видала. И то сейчас друзья и родные с веселым лицом берут младенца в объятия. И если от какого-либо беспорядка случится младенцу умереть в очреве, то необходимо уже определенным на то врачам прибегнуть к острым орудиям, и тогда младенец переходит от смерти к смерти, из тьмы во тьму. Тоже примени и к духовному. Принявшее в себя семя божества имеет оно в себе невидимо, и по причине живущего в них греха стоят в местах темных и страшных. Поэтому если оградят себя и соблюдут семя, то на ближайшее время породят оно явно. И, наконец, по разрешении их телом ангелы и все горние лики с веселыми лицами примут их. А если подъявший на себя оружие Христово, чтобы сражаться мужественно, расслабнет, то скоро предается он врагам, и по разрешении с телом из тьмы, обдержащей его ныне, пойдет в другую, более страшную тьму и погибли. Как сборщики подати, сидя в тесных проходах, останавливает, истизывает проходящих, так и демоны наблюдают и задерживают души. Если души не совершенно очистились, то при исшествии своем из тела не получает дозволения войти в небесные обители и предстать владыке своему, но уносятся вниз воздушными демонами. Но пребывающие во плоти, при трудах и при великом усилии, могут еще приобрести благодать свыше от Господа. И они вместе с достигшими упокоения за добродетельное житие отойдут Господу. Как сам он дал обетование, где я, там и слуга мой будет. И бесконечные веки будут царствовать с Отцом, Сыном и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Каждый должен подвязаться и стараться, преуспевать во всех добродетелях, приобрести ту храмину и веровать, что приобретается она здесь. Ибо если разорится телесо наша храмина, нет у нас иной храмины, в которой бы привитала душа наша, если только, как сказано, и обличенные не оказались раздетыми. 2 Коринфянам 5.3 То есть не будем лишены общения и единения со Святым Духом, в котором только и может упокоиваться верная душа. Посему те, которые во всей действительности и силе сучь христиане, твердо надеются и радуются, исходя из всей плоти, что имеют оную храмину нерукотворенную. Храмина же это есть обитающая в ней сила Духа. Если разорится телесная храмина, не страшатся они того, потому что имеют небесную духовную храмину и ту нетленную славу, которая в день воскресения созиждет и прославит их храмину тело, как говорит апостол. Возвигший Христа из мертвых оживотворит и наши смертные телеса, живущим Духом Его в нас. И еще до жизни Иисусова явится смертной плоти нашей. И да будет побеждена смерть и мертвая животворящим. Поэтому постараемся верою и добродетельной жизнью здесь еще приобрести себе то одеяние, чтобы нам, облеченным в тело, не оказаться нагими. И тогда в день он и ничто не прославит плоть нашу. Ибо в какой мере сподобился каждый за веру и старательность стать причастником Святого Духа, в такой же мере прославлено будет вон и день и тело Его, что ныне собрала душа во внутреннюю свою сокровищницу. То и тогда откроется и явится вне тела, как и дерева, когда по прошествии зимы согреет их невидимая сила солнца и ветров, подобно одеянию, производит и откидывает из себя наружу листья, цветы и плоды. А также в это время выходят из внутренних недр земли и полевые цветы, ими покрывается и облекается земля и трава, подобно кринам, о которых сказал Господь. И Соломон не одевался во славе своей так, как каждая из них, ибо все это служит примером, образом и подобием христианина в день воскресения. Так для всех боголюбивых душ, то есть для истинных христиан, есть первый месяц Несан, называемый еще апрелем, и это есть день воскресения. Вон это сила и солнце правда изведется изнутри слава Святого Духа, покрывающая и облекающая собою тела святых. Та самая слава, какую имели они сокровенные в душах, ибо что имеет теперь душа в себе, то обнаружится тогда в теле. Сей, говорю, месяц есть первый в месяцах года. Он приносит радость всей твари, он разверзает землю, облекает одежду и обнаженные дерева, он приносит радость всем животным, он распространяет между всеми веселье, он для христиан есть первый месяц Несан, то есть время воскресения, в которое прославлены будут тела их неизреченным светом, еще ныне в них сокровенным, то есть силой Духа, который будет тогда их одеянием, пищей, питье, радование, веселье, мир, облачение, вечная жизнь, ибо всей красотой светлости и красоты небесной соделается тогда для них Дух Божества, которого еще ныне сподобились они приять в себя. Поэтому каждый из нас должен подвязаться и трудиться, тщательно упражняться во всех добродетелях, веровать и просить у Господа, чтобы внутренний человек еще ныне соделался причастником той славы и душа возымела общение той святости Духа и чтобы очистившись от скверны порока и в воскресенье иметь нам во что облечь воскресшие наши ноги и тела, тем прикрыть срамоту их, чем оживотворить и навеки упокоить их в небесном царстве, потому что по Святым Писаниям Христос придет в небес и воскресит все племена Адама всех почивших от века и разделит их на две части, которые имеют собственное его знамение, то есть печать Духа, тех, глошая, как своих поставят, одеснуя себя, ибо говорит, овцы мои, слушай голоса моего, я знаю моих, и мои знают меня. Тогда-то тела их за добрые дела облекутся божественной славою, а сами не будут исполнены той духовной, славы, какой еще ныне имели в душах.